Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители тип-канала Дели Европа онлайн. У меня в гостях Константин Танч Боровой, известный общественный деятель, политик и предприниматель. Здравствуйте, Константин Танч. Здравствуйте, Михаил. Ну что ж, Константин Танч, давайте начнем с вами с телефонного разговора, который состоялся между председателем Компартии Китая Си Цзиньпиньем и президентом Украины Владимиром Зеленским. Как вы оцениваете этот разговор и является ли этот разговор верхом? Вы знаете, на эту проблему, проблему взаимоотношений Китая с Украиной надо смотреть шире. Это, конечно же, проблема взаимоотношений Китая с Соединенными Штатами. Китаю очень выгодно вот эта форма противостояния. Россия и Соединенных Штатов, Украины, проблемы с Соединенными Штатами. Вот они руководствуются принципом сидеть на берегу и ждать, пока трупы противников или оппонентов проплывут по реке. Ясно совершенно, что Китай заинтересован в поддержании этой конфронтации. Очень серьезная конфронтация, которая будет сказываться на мировой экономике, Китаю неинтересна, потому что это фабрика, она производит товары. Эти товары покупают тогда, когда все спокойно, когда люди начинают тратить деньги на бомбоубежище, в общем, не до товаров. Поэтому такой тлеющий конфликт им очень выгоден. И, кроме того, для Китая, который в некоторой степени находится в изоляции, очень важно и имитировать, и проводить международную деятельность. И позиция Китая посредника вот в этом, в общем, уже глобальном конфликте очень выгодна самому Китаю. То, что касается, так сказать, разговора, ну, это формальность такая, понимаете. Это все-таки, ну, несоизмеримые величины государства Украина и сверхдержава, ядерная сверхдержава Китай, который, в общем, играет в свою игру и не против Украины, и не на стороне Украины. Это отдельная специальная игра. Константин Анатольевич, многие связывают разговор телефона президента Зеленского и председателя СИМ с контроверсионным достаточным заявлением посла Китая во Франции, который поставил под сомнение вообще международную субъектность постсоветских стран, заявив о том, что, в принципе, не было ни одного документа, который бы регламентировал, собственно, их международную субъектность. И якобы СИМ позвонил Зеленскому с тем, чтобы сбить негативно-информационную повестку. Как вы к этой версии относитесь? Я не думаю, что Си Цзиньпина интересует позиция президента Украины и даже президента Франции, и даже руководства Швеции. Понимаете, это большая игра. На этой шахматной доске очень много фигур, но игроков всего несколько. Уже Россию нельзя назвать игроком на этой площадке международной политике. Россия слишком слаба. Я не думаю, что это озаботился бы Си Цзиньпин по такому, ну, в общем, с его точки зрения, с точки зрения китайской дипломатии, ничтожному поводу, что кто-то там мог обидеться. Это не работает. Да, но, Константин Анатольевич, вы, как никто другой, знаете, что политика – это в том числе эмоции. И мы видели эмоции балтийских государств, которых оскорбило заявление посла Китая. А балтийские государства – это все-таки страны ЕС. ЕС уже как бы выступила на защиту балтийских государств, обещала обговорить этот вопрос. Не боится ли Китай антикитайских настроений в целом у Европейского Союза и альянса между Европой и США по китайскому вопросу? Ну, нет, конечно. Ну, это противостояние – это один из инструментов конфронтации, один из инструментов сверхдержавы. Понимаете, это же ведь не… Ну, вы почему-то считаете, что это эмоциональные, так сказать, эмоциональные поступки, эмоциональные реакции. Ничего эмоционального в этом нету. Китай играет, ну, чуть-чуть модифицированную игру, которую в свое время затеял Примаков. Многополярный мир. Знаете, что вот это неправильно, что только Соединенные Штаты, полюс мировой политики. Мы тоже хотим, сказал Примаков. Ну, не так, конечно. Китай в то время, это вот в 90-е годы, ему еще далеко, довольно далеко было до сверхдержавы, сегодня ситуация поменялась качественно. Китай – одна из двух сверхдержав, конкурирующей на рынке, и к 35-му, что ли, году, я не помню там точную цифру, он собирается достигнуть ВВП Соединенных Штатов и, соответственно, через некоторое время превзойти. Это не совсем тот ВВП, который нужен Китаю, потому что это ВВП, так сказать, страны, ориентированной на продажу своей продукции, понимаете. Ну, в общем, такая несколько зависимая функция, зависимая от покупателя в том числе. Но время идет, со временем у Китая накоплены огромные ресурсы, они сейчас были, во всяком случае, в долговых обязательствах Соединенных Штатов. Сейчас ситуация меняется, в том числе и благодаря непоследовательным действиям социалистов в Соединенных Штатах, демократической партии США. Такер Карлсон, известный журналист канала Fox, покинул канал Fox, якобы на это решение повлияло инвестора телеканала Fox. И с чем вы связываете? Вот Такера Карлсона, достаточно такого харизматического ведущего, который, ну, собственно, очень часто говорил вещи, которые были перпендикулярны какой-то генеральной линии и шли в разрез с, ну, скажем, логикой действий демократической партии США. Ну, во-первых, Fox в некотором смысле противостоял пропагандистской компании и тем средствам массовой информации, которые эту компанию поддерживали, проводили CNN, Financial Times, New York Times. Но, понимаете, как цель вот такой независимой информационной компании, информационного агентства, не в том, чтобы противостоять, а в том, чтобы зарабатывать деньги. Значит, существенно увеличилось количество зрителей, зрителей, если CNN, потратив свой имидж на пропагандистскую компанию демократической партии, сейчас опустилась до уровня 91-го года. Представляете себе? Это там 200-300 тысяч зрителей, слушателей в прайм-тайм. То, ну вот, Карлсон собирал 3 миллиона и больше на своей передаче. Роль ведущих не очень велика. Она велика, безусловно, но она не подавляющая. Это все-таки, ну, не политическая партия. Понимаете? Я думаю, что отказ Fox News от судебного процесса с Dominion, с компанией, которую они называли участником фальсификации, значит, это, ну, более сложное, что ли, соглашение, которое могло включать в том числе и прекращение деятельности таких, так сказать, ну, лидеров, что ли, этой идеи, этого общественного мнения, вот этого направления общественного мнения. Хотя у Такера уже много предложений. Там, правда, была компания целая организована, сторонников, почитателей Такера, которые стали массово заявлять о том, что они отписываются от Fox News. У американцев выбор небольшой. Понимаете? Так получилось исторически, что основные средства массовой информации, скажем, в 16-м году, там, может быть, 95%, может быть, больше, они были включены в пропагандистскую кампанию, демократической партии, антитрамповскую кампанию, антиреспубликанскую кампанию. Вот, и относительное, так сказать, независимое мнение, относительно, конечно, звучало на Fox News. Выбор, ну, не очень большой у американцев, поэтому я не думаю, что это существенно повлияет на рейтинг кампании. Основная масса ориентируется не на ведущих, конечно. Хотя это известный факт, что 70% людей, которые смотрят телевизионную передачу, 70% не слушают текст. Им достаточно картинки и, знаете, такого фона звукового, за которым они не различают слова, тембр голоса, вот какие-то такие вещи. Ну, берут других ведущих, я думаю, на Fox News. Это чуть-чуть надуманная ситуация. Я думаю, ее использует Fox News для рекламы в своей деятельности. Гарри Каспаров, которому недавно исполнилось 60 лет, дал интервью Юрию Дудю, известному ведущему. Я не знаю, была ли у вас возможность посмотреть это интервью, Син Танч? Нет, я общаюсь с Гариком и, понимаете, мне вот такого рода интервью, они просто не нужны для того, чтобы понимать его политическую позицию, а его эмоциональное отношение к каким-то вещам, ну, для меня не очень важно. Знаете, я не общаюсь, конечно, с Каспаровым, но общаюсь с некоторыми людьми, которые очень близки соратники Каспаровым. И мне всегда казалось, знаете, что все-таки, ну, как бы, это, ну, скажем, какая-то ошибка коммуникации, может быть, я еще это не понимаю, но когда я послушал вчера интервью Каспарова, я просто был шокирован. Ну, например, заявлениями Каспарова, когда он тех, кто критикует форум собой на РСИ, называет, в частности, либеральной шушерой. Как вы считаете, насколько вообще это адекватная оценка журналистов, которые просто не согласны с тем, что ты делаешь, это первое. Второе, насколько вообще корректно сравнивать себя с Яшином и говорить о том, что я более респектабельный, у меня лучше репутация, чем у Яшина, у Навального и так далее. Ну, мне кажется, что это не солидно для крупного политика. Как вы считаете? Ну, я должен просто повторить то, что я уже говорил. Это национальное интервью. Ну, он так считает. Мы с вами считаем, там, вы иначе. Я почти так же, как Гарик считаю. Но это несравнимые величины. Понимаете, Яшин и Гарик Аспаров. Просто несравнимые. Он недавно выступал здесь, в Лос-Анджелесе. Его пригласил очень крупный фонд политический. Вот к нему прислушиваются. К нему прислушиваются в Белом доме. Ну, сравнивать его с Навальным. Ну, это несерьезно. Я думаю, я не знаю, я не видел этой передачи. Я думаю, что Дудь, когда задавал этот вопрос, он его сравнил или попросил сравнить себя с Яшиным, с Навальным. Но он ответил так, как есть. Гарик, понимаете как, он шахматист. Я математик. Это очень близкие вещи. Мы говорим не о том, что хочется услышать там зрителю, слушателю, а просто о соотношении величин математических в моем случае, а в его, ну, вот этих шахматных. Понимаете, от того, что вы там этого ферзя не любите, там ферзя своего противника, а он не становится пешкой. Вот, и когда журналист говорит, вот там напротив вашего ферзя «Стоят две пешки», ну, реакция должна быть такая, которую дал Гарик. Ну, как? Как вы можете это сравнивать? Ну, Навальный и Каспаров. Каспаров, к которому прислушиваются там мировые лидеры, понимаете, который консультирует, просто это его работа, он консультирует по большим системам, по политическим вопросам, консультирует глав государств, ему постоянно задают вопросы, его просят объяснить. А абсолютно дутая фигура Навального, ну, просто вот придуманная пропагандистская кампания кремлевская, или сейчас как-то, я не отслеживаю внимательно за Илью Яшина, но мне кажется, что тоже какая-то компания включилась информационная, поддержки, раскрутки, но это несравнимая величина. Казахстан Ильич, вы в прошлом крупный предприниматель, создатель первой товарной биржи, московской биржи в России, собственно, первой биржи в России. Вот если бы в тот момент, вы общались с разными представителями бизнеса, перед вами стоял представитель бизнеса, и он бы вел себя как голохвастов, а вот как бы вы тогда поступили, вели бы вы с ним вообще какие-то дела, воспринимали бы вы его как адекватного человека? Вы знаете, ну вот в 90-х, когда я был президентом и главным управляющим российской товарно-сырьевой биржи, Лужков запретил нам называться московской биржей, это была целая история, мы тогда назвались российской биржей. Вот. А было огромное количество предпринимателей, ну тогда это называлось предпринимателю в малиновом пиджете, или еще одна категория предпринимателей, которые назывались авторитетными предпринимателями. Всем понятно было, что имелось в виду, но среди них было очень много, я бы все-таки не назвал это авантюризмом, понимаете, это скорее похоже на желание самого себя продвинуть, что ли, покуситься на кусок экономики, кусок бизнеса, который еще недоступен. Ну, таких было много, но многие из них становились со временем, между прочим, крупными предпринимателями. Я рассказывал тысячу раз это, Олег Дерипаско с его командой, еще студент, по-моему, он был, или во всяком случае в команде были студенты, не каждый день обедали, вот, и он обращался с просьбой там, помочь им там в разных вопросах, но иногда замахивался на, ну, очень крупные проекты, в конце концов, вот, миллиардный проект. Что? Пам обращался. В том числе. В конце концов, он замахнулся на миллиардный проект и стал самым богатым человеком России, миллиардером. Сегодня он, по-моему, не самый богатый, но достаточно богатый. Каспаров, знаете, вот я из текста Каспарова понял одно, что Каспаров категорически презирает российский народ, говорит о том, что, собственно, российский народ себя дискредитировал поддержкой диктатора Путина, но, кстати, я с ним во многом согласен, но я могу об этом говорить, потому что, ну, я как бы смотрю с другой стороны баррикад, да, я смотрю с точки зрения страны, которая пострадала от агрессии Путина, но когда политик, который претендует на звание российского политика, то есть Каспаров, открыто говорит, что он презирает российский народ, Открыто говорит, в принципе, что он не планирует никуда избираться, а планирует быть переговорщиком с Западом. То есть, по сути, рассчитывает на Запад. Но мне кажется, что это уже слишком. Но не может человек, потендущий на власть в своей стране, наплевательски относиться к народу, даже если этот народ очень часто этого заслуживает. Но делай вид хотя бы, что тебе не тошнит так от этого российского народа, как ему тошнит. Ну, во-первых, Гарри Каспаров уже давно политик международный, и ставить его на сторону России, на с вами нет никаких оснований. Он болеет за Россию, но не в меньшей степени он болеет за Азербайджан, где родился, или Армению, к которой он имеет отношение, или Соединенные Штаты, гражданином которой он является. Понимаете, ставить его как-то, как вы это сейчас сделали, туда-назад, иди назад, иди в Россию, ты оттуда. Ну, это неправильно. Но потом, это же технология, это то, что делал Радищев. Между прочим, Новодворска. Никакого сесюканья с народом у Валерии Линичной никогда не было. Она говорила всегда очень открыто, откровенно о, ну, недостатках, что ли, российского народа. Вот, понимаете, у нас же ведь в истории России, вот в период активной политической деятельности нашей с Валерией Линичной, было несколько периодов, за которые, ну, просто надо было высказывать, ну, недовольство по отношению к народу. Когда уже начались фальсификации, это где-то 2008, даже 2004 год, у Путина реально оставалась огромная поддержка, именно потому, что росли цены на нефть. Бизнес уничтожал все ими, этими чекистами. Но росли цены на нефть, у людей повышались зарплаты. Это было соглашение, обмен такой. Ты нам зарплаты, а мы тебя там поддерживаем. Ну, Валерия Линична в этот период говорила о том, что она презирает народ, который лижет руку у своего деспота. Там, ну, разные выражения применялись, вот. Но концепция была именно эта. И, ну, в истории России было много политиков, публицистов, общественных деятелей, которые высказывали неуважение к собственному народу. Там, Салтыков, Щедрин, Радищев, ну, много, понимаете. И это ни в коем случае не характеризует негативно людей. Это, наоборот, это боль, это страдание. Я думаю, Гарик рассматривает это явление, вот это служение Путину, как, ну, ущерб, который народ наносит сам себе. Вот что-то в этом роде. Сергей Анатольевич, я знаю, что вы это очень не любите, когда дело, но все-таки я с вами не соглашусь. Валерия Линична никогда не была членом Коммунистической партии, а Каспаров был. И хотя он говорит, понятно, да, он должен был стать членом Компартии, чтобы стать чемпионом, но это уже другое дело. Новодворская, она не шла на компромисс с совестью. И вы вместе с Валерией Линичной не присоединялись к Эдуарду Лимонову, в отличие от Каспарова. Не кажется ли вам, что просто Каспаров – это такое яркое выражение российского политического нарциссизма? Вы знаете, компромиссы, на которые идут многие политики, ну вот Борис Немцов, понимаете, это уже посткоммунистический период, он так понимает свою роль, свою роль как некоторая необходимость нахождения в центре тяжести, в центре между коммунистами, националистами, демократами, левыми демократами. Это желание консолидации оппозиции. Гарри Каспаров принимал участие, бог с ней, коммунистической партии, меня сейчас тут тыкают в нос одним бывшим секретарем райкома партии КПСС по идеологии пропаганды, что он больше демократ, чем я, понимаете? Ну просто вот и сам он об этом говорит. Это кто? Ну я не хочу его обижать, но он смешной журналист. А давайте говорить о том, что есть сейчас. Гарик политик компромиссный, он пытается объединить, ну вот этот форум свободной России. Но если бы он был бескомпромиссным политиком, таким как я, таким как Лерочка, он бы не смог никого собрать. Я был один, ну два раза я был на форуме, ну там националисты, просто такие, знаете, прямо из русского марша, там антисемиты, вот там коммунисты, левые, представленные в большом, так сказать, объеме. Там очень много было журналистов, участвующих в пропагандистской кампании на стороне Кремля. Но он их тоже пытался каким-то образом привлечь к деятельности оппозиционной. Ну, я бы не стал его в этом обвинять, хотя, ну вот как вы правильно сказали, это не наш путь, не мой, не Валерий Ильиничный. У нас другая в этом мире функция. Петя Анатольевич, если бы я, например, вам сказал на голубом глазу, что у меня меньше подписчиков в миллион раз, чем у Юрия Дудя, при этом я нравлюсь зрителям больше, чем Юрия Дудь, вы бы подумали, что они нормальны. Но когда Каспаров, например, он говорит, значит, как бы оправдывая свой вот этот форум «Соборная Россия», тем, что этот форум критикуют на российском телевидении, а значит боятся, ну, вы простите, но просто смеяться хочется, видя российское телевидение государственное, это скотское, оно прокатывается по Каспарову не потому, что она его боится, а потому, что она как раз его не боится и смеется за ним. В то же время обратите внимание, как меняется отношение российского телевидения к вооруженным силам Украины. Спустя год после начала войны уже на российском телевидении никто не позволяет подтрунивать над украинской армией, потому что понимают, что украинская армия – это сила. Российская власть, она боится силы, а Каспарова, она не боится, она смеется над ним. Михаил, российская пропагандистская компания – это то, что я изучаю. Она устроена сложно. Эта компания позволяет себе смеяться над своими оппонентами. Эта компания позволяет себе более распространенный инструмент замалчивать своих оппонентов. Когда замалчивать не удастся, не удается, вот мы с вами почти ничего не слышим, там, а Михаил Михайлович Касьянович, хотя недавно суд начал рассматривать, если уже не закончил, там дело быстро все это происходит, ликвидация партии «Народная свобода». А Касьянова нету единственного председателя партии, нету в информационной среде. Я все это пережил. Я участвовал в интервью «Живому гвоздю» постоянно, участвовал в интервью «Живому гвоздю». Да, ну, вы же понимаете, это несравнимые вещи, мы говорим же о пропагандистской компании сейчас. Вот, пропагандистская компания устроена сложно. Дудь – это такая часть пропагандистской компании. Понимаете, это проект, который создан Константином Эрнстом, проект, который очень похож на то, что делало «Эхо Москвы». Понимаете, это, с одной стороны, либеральный проект, демократический, вот, по подбору тех, кого Дудь берет интервью у кого, вот, и по продвижению, в общем, пропагандистских установок. Очень эффективный инструмент. В него вкладывались огромные ресурсы для его продвижения, расширения, и он сегодня оказывает влияние на общественное мнение в России, да. И там, понимаете, как, когда информационно задушить невозможно, ну, вот, форум «Свободная Россия», он присутствует в информационном пространстве так, что блокировать этого Кремль не может. И тогда он начинает, там, издеваться, смеяться, если вы, знаете, там ходит такой ролик небольшой, там, «Как Боровой разделался с пропагандистами». Он очень давно записан по поводу форума. Вот. А в этих случаях они начинают дискредитировать, издеваться, появляется информация о коррупции, о продажности, вот, там, Навальный или, там, Лимонов или кто-то еще начинают делать заявления, ну, такого негативного характера. А когда есть возможность блокировать информацию, ну, вот как в случае с Парнасом, то прекрасно просто исключается стоп-лист, черный список, человек, все эти идеи исключаются из информационной среды. Другая технология. Константинович, последний вопрос задам на сегодня. Вот, опять же, он касается позиции Каспарова, который считает, что Запад поддержит таких людей, как он, как Ходорковский, для того, чтобы они, ну, прежде всего, Каспаров, да, мы говорим о Каспарове, будучи технократом, да, вот, что он что-то сделает полезного для постпутинской России. Но это же просто, ну, иллюзия, такой чистой ВД. Ведь совершенно очевидно, что Запад, он всегда будет договариваться с тем, у кого есть власть. Вот у кого палка, да, вот тут и Капраун, да. А Каспаров, который находится на Западе, находится на штатах Америки, это просто, ну, политический банкрот. И все. Но это же тоже необходимо признать, потому что сколько было эмигрантов, которые бежали из стран, оккупированные Советским Союзом. Никто с ними не договаривался. Договаривались с теми, кто находился в тот момент в Советском Союзе, кто мог претендовать на власть. Ну, условно говоря, тут же Ельцин, да, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, почему Каспарова сказывает такие безумные идеи? Понятно, что ему просто так власть никто не даст. Понимаете, мы не знаем, как будут отстранены от власти эта группа. Это может произойти в результате, ну, вот, более вероятной, с моей точки зрения, в результате процессов дезинтеграции, возникновения многих государств, центров власти в самых разных регионах, в первую очередь, национальных регионах. И это может быть, такой вариант тоже не исключен, это может быть результатом оккупации России. Понимаете, мы до сих пор не знаем точно, на что может решиться эта группа в случае, если ее власти будет угрожать опасность. А вот в этом случае, в случае оккупации, понимаете, у нас есть перед глазами очень хороший пример, это постнацистская Германия, где власть, или там, скажем, Япония оккупированная, где власть администрация оккупационная передавала просто вот именно технократам. Понимаете, я ни в коем случае не призываю к оккупации, и это, к сожалению, маловероятный вариант. И это, кстати говоря, единственный вариант сохранения единства вот этой большой территории, на которой сейчас расположена Россия, во всех остальных вариантах, ну, анализ показывает, это все-таки много новых государств. Вот. А технократы нужны, вот в этих новых государствах, понимаете, они, там будет долгий переходной процесс, но в конце концов все стабилизируется, им понадобятся именно технократы. И особенно тем государствам, которые попытаются или захотят восстановить демократию на своей территории. Те государства, которые будут понимать, что им нужен самый быстрый способ развития в этих случаях, такие люди, как Гуриев, Каспаров, Ходорковский, они понадобятся, понимаете, они будут нужны, я в этом ни секунды не сомневаюсь, и будут призывать, вот, случай в России, вот эти первые начала 90-х годов, это же были постоянные обращения, в том числе власти, к разным бывшим политикам, диссидентам, с предложением возвращаться, с предложением активнее включаться в политическую деятельность. Потом уже, когда началась совершенно имперская политика, если вы помните, в Володе Буковскому ему даже, его просто не пустили в Россию, потому что у него там не было паспорта, и потому что его коммунисты лишили гражданства, абсолютно незаконный акт тогда был. Вот, но в принципе, такие люди, как Каспаров, очень нужны, сегодня Каспаров выполняет очень важную функцию, политическую, он представляет здравомыслящую, здоровую часть российского народа, понимаете, и вот эти усилия по продвижению, скажем, санкций, они же не являются местью за что-то, за то, что его там выдворили из России, это желание благополучной жизни, счастья народа, то есть, я думаю, что многие правильно оценивают его позицию, так же, как позицию Ходорковского, там очень много компромиссов у такого рода политиков, но это, наверное, это и неплохо. Мне кажется, что просто вот такие люди 90-е годы, ну, как там Сергей Дамчиков, Лео, Валерий Ленинштанов, Дворск, там ряд других людей, они просто в какой-то степени таскали каштаны из огня для российской власти, и не они занимались приватизацией, не они занимались реформами, на приватизацию звали Батанина, на приватизацию звали Чубайса, Коха, кого угодно, но только не тех людей, которые относились, скажем, к либеральной интеллигенции, к диссидентам и так далее. То есть, ими прикрывались как фиговым листком? Конечно. Известная формула, наверное, и вам она известна, что революцию делают романтики, её результатами пользуются циники, а в результате к власти приходят бандиты. Ну, там не бандиты, но в нашем случае бандиты. Спасибо большое Константин за это интервью. Спасибо.